Девиз фестиваля во имя детских улыбок, поэтому и сценарий «Хрустального петушка» был особенным. Для ребят подготовили воздушную историю, рассказанную ангелами. Задачей артистов было каждым словом и движением вызвать у детей улыбку. В ответ участники фестиваля также дарили зрителям массу эмоций. Юные артисты с ограниченными возможностями здоровья демонстрировали подделки, пели, танцевали, рассказывали стихи и ничего, что на коленях у мамы. Главное, отмечают взрослые, они научились проявлять свою индивидуальность. Несмотря на свой недух, они действительно проявляют героизм даже какой-то и проявляют свой талант для того, чтобы делать и быть полезным обществу. Мы делаем все для того, чтобы все наши детки имели возможность заниматься и творчеством, и спортом. И этот конкурс такие возможности предоставляет тем детям, которые имеют определенные ограничения здоровья. Возможность проявить себя здесь ищут для каждого. Нашли выход и для Насти Кругловой, которая очень любит музыку, но в силу своих ограничений не может играть на музыкальных инструментах. Педагоги научили играть девочку вот на такой акустической системе, издающей звуки за счет движения одной лишь руки. Для «Хрустального петушка» Настя подготовила композицию в стиле рок-н-ролл. Каждый участник из рук ведущих «Шоколада» и «Карамельки» получил подарок. Ребятам уже дарили планшеты и телефоны. В этом году организаторы решили вручить детям телевизоры. У нас в городе много площадок. Я вот хочу сказать, чтобы одна из главных площадок стала именно для родителей, родственников и детей вот именно этой категории. Чтобы они знали, что в городе все для всех одинаково. Это наша первая задача нашей организации. «Хрустальный петушок» стал событием, которого эти ребята ждут с нетерпением целый год. «Очень красочно, все так весело, мне так нравится музыка, я не знаю, все так, ну и тут есть дети, которые похожи на меня. Я даже с несколькими подружилась». «Это же благодаря Елене Николаевне, конечно. Очень хороший благотворительный фонд. Спасибо им большое, что они такое делают для детей». Кульминационным моментом фестиваля стали дуэты сочинских ребят со звездами эстрады. Поддержать юных артистов приехали певец и композитор Андрей Ковалев, солист к ансамблю «Русская песня», Олеся Евстигнеева и поп-группа «Иванушки Интернешнл». Прозвучал на юбилейном фестивале и гимн общественной организации «Лига женщин. Мост добра». На прощание ребята опустили записки со своими пожеланиями в большой воздушный шар. Взрослые пообещали, что каждая из них обязательно сбудется. Ольга Десятого, Инга Габешая, Борис Осин, телекомпания ФКТ.